Всем доброго времени суток с вами Александр Кондрашов, мы продолжаем проходить Quantum Break, значит, это все в тот же день, все это подряд пишу пока что, телефон обновился, какие-то кнопки стали новые на камерах, там все пипец, несколько важных замечаний, как говорится, потому что, во-первых, актрису, актрису, я, конечно, все, я с вами не мог вспомнить, ее зовут Кортни Хоуп, вот, просто, ах, здесь, почему-то не мог вспомнить, потом, Шон Эшмар, который, собственно, играет у нас главную роль, вот этот вот замечательный актер, а это, это Доминик Монаган, который играет его брата, он был во «Властелине колец», мне почему-то казалось, что Шон Эшмар тоже был во «Властелине колец», я знал, как бы, что он играл в этом, в «Людях Икс», чувака, который там замораживать все мог, но я думал, что он во «Властелине колец» был, почему-то мне так запомнилось, но, как бы, нет, его там не было, вот, поэтому он, самая известная роль – это «Властелине колец», из «Властелине колец», «Люди Икс», вот, а актер из «Игры престолов», который играл «Мизинца», да, его зовут Эйден Гиллен, вот, а, и еще, вот, озвучку Макса Пейна, бля, все, я ебнулся, окончательно, короче, озвучку Алана Уэйка, его актер Мэтью Поретто озвучивает, вот, Бля, ну, не сложилось, вот, кто у нас, да, с ним Бетх Уайлдер риск, бросая ее ковер, чтобы спасать тебя, звучит, как ты не точно вернулся в обязанности Нет, я не Собирайте источники хронусов, чтобы улучшить способности Джека, чтобы открыть меня улучшение, нажмите «Т» Сейчас не сипит, ничего не знаю, что случилось, ну, да, ладно, тут еще, а, это улучшение, так, здесь я посмотрел эти, не, подожди, вот это я не посмотрел, его не было сейчас, ну, не послушал, точнее, это тоже не было Так, во-первых, да, сначала улучшение, что у нас тут есть, пульсация, хроновый ворот и хроновый рывок позволяет какое-то время видеть противников Так она же, типа, а, это уже открытая, окей Цена 4, у меня 1, ну, понятно В смысле, приблизительно, пульсация, чтобы разблокировать А, хроновый ворот и хроновый рывок тоже позволяет, понятно Так, хронозаморозка, усиление Делаю пузырь прочнее, благодаря чему он сможет вместить еще больше пуль Неплохо, в принципе Так, хроновый ворот Увеличит время действия хронофокуса Да, используем прицельтесь Надо хроновый рывок прицелиться, нажаться, ну, не знаю, хронощит Человек быстрее будет восстановить здоровье Ну, в принципе, тоже, опять же, возможно, неплохо Наверное, пока что усиление Сейчас, сейчас, сейчас Спасибо Болеть плохо? Не болейте Так, ну, давай купим, ладно Да Так, лучше, давайте и послушаем вот это, собственно И теперь мы здесь Мы единственные, которые готовы для того, что будет дальше Происходило, ну, точнее, там уже поэтому было понятно Новый контент, что за новый контент? Здесь что ли новый контент? А, помеченный, в смысле, таким гадачком, там за мной просто написано Так, у нее мы послушали Улучшение мы послушали Так, а теперь в промышленной зоне, что у нас тут? Пять процентов уже найдено Ничего себе, мы какие быстрые Источник хронов А, понятно А, значит, здесь будут у нас Источники хронов еще дохера их будет Это прокачка документы, компьютеры Что за носитель? Я не нашел в прошлой главе носитель, поэтому я не Источник хронов Двести, пожалуйста но мы это уже видели слышали так что а это конечно кто не слышал ну да ну да ну естественно русскую отняли надеюсь просто это будет не настолько часто отнимание оружия спрятаны активаторы времени некогда активатор либо за джек управлять линии времени определенных объектов а то есть это может как в сингулярить это окей это на самом деле когда фракция был в тимом объекте became unstable with my new abilities i can manipulate the timeline rewind them так тут где то есть еще пачку навыков это не просто показуха было так где дабли ну пока больше не буду чего решать хотя принципе щит можно сразу улучшить почему бы и нет опять начался пить чуть-чуть так щит хроновый ворот хроновый щит давайте чего нет я бы стоял то прям там и чё что занимаетесь смотреть-ка на значки если горят каким-то огоньком значит какие странные ты значит не просто так что а что с полз с Это в нашей распространенной кампании. Эми Фереро, конфессия, в последние минуты. Что с Jack Joyce? Когда конфессия в воздухе, toda страна будет ждать его. Он не будет вверх. Он придет мне сегодня. На гала? Ты уверен? Позитивно. Монарик купил целый индустриал для их операции. Это сделает легко уходить. Зона добычи. Инструктаж по зонам. Зеленая зона. В худшем случае могут наблюдаться незначительные симптомы хронного воздействия. Время непрерывного нахождения не должно превышать 480 минут. Эта технологическая зона требуется допуск 4 уровня. Желтая зона. Повышенная плотность остаточных хронов. За этой границей требуется ношение ИСЗ, одобренного компанией. Сообщите диспетчеру и покиньте зону немедленно, если наблюдаются симптомы ХВ 2 типа. То есть это хроновоздействие. Красная зона. Потенциально необратимый ущерб организму от ХВ в отсутствии хронозащитного снаряжения. Эта технологическая область требуется допуск 6 уровня. Перед входом в эту зону сотрудники должны пройти тренинг по процедуре извлечения. Если у вас ощущаются симптомы ХВ 3 типа, немедленно свяжитесь с доктором Софией Эмерал. Рабочая это ба-ба-бам. Да-да-да-да-да-да-дам. Так, не тут. Ага. Так. А Чарли Уинк это пиар компания Монарха. Кому база Эпицентр все. Эй, Марпехи. Мне пишет Мартин Хэтч. Видимо, наш великий и могучий. Пол Сайрин наконец дал зеленый свет нашему пиар-плану. Мы запускаем масштабную пиар-кампанию по рекорректировке восприятия людьми операции в университете. Это означает, что вам всем в ближайшие несколько часов придется работать со мной. Нравится вам это или нет? Особенно, когда это тебя, Дэйв. Первонаперво новости. Я прошел следить по списку свидетелей, задержанных в университете, и нашел идеального кандидата для зачистки фальшивого признания. Зачитки. Эми Феррера. И огонек, и грустные щенячьи глазки. Журналюги схавывают и добавки попросят. Это должно быть снято и передано мне в ближайшие полчаса. Чтобы вы успели дать в эфир, так что готовьте ее к прайм-тайму. Вешаем все на Джека Джойса, доморощенного террориста. Кому это ведь должно влететь, верно? Устройство, которое монарх увелся из университета, и про которое Чарли нельзя говорить подробнее из-за уровня допуска, переведено по поводу на базу, по воздуху на базу Эпицентр. Я организовываю скрытую перевозку в конечную точку, башню монарха. Я буду наблюдать за дорожным движением с воздуха, чтобы обеспечить отсутствие помех. А когда все уляжется, я хочу расширенный допуск. Четвертый уровень? Ну, нахрен. Все еще ждут Джойса. Фургон исчез после пересечения периметра базы Эпицентр. Рой в записях из сотен камер. Может, чего найду. Если же мы не найдем его сами после признания Феррейра Джойсу, он никуда не денется. Заметят сразу. Бригаду наземного поиска возглавляет Лиам Берг. Пять баксов тому, кто заставит Берг улыбнуться. Пока это все. Ум к вашей силе, Чарли. Плакат пиар-компании Монарха. Монарх Солюшенс. Аварийный пиар-план операции в кампусе университета. Контроль СМИ. Руководитель Чарли Уинкотт. Специалист по IT-безопасности. Первое. Эми Феррера. Видеозапись признания. Признание вины. Должна вызвать жалость. Участник протеста принимает вину за инцидент в библиотеке. Вина перекладывается на протестующих. Создать образ зачинщика протеста с преступным прошлым Джека Джойса. Ключевые слова. Террористическая деятельность. Вышел из-под контроля опасный преступник. Второе. Утечка в СМИ. Признание в СМИ. Сделать акцент на протесте, чтобы направить вопросы в нужное русло. Монарх воспрепятствовал террористической атаке. Третье. Сосредоточить на террористе Джеки Джойсе. Сдерживатель угрозы. Руководитель группы Лиан Берг. Служба безопасности Монарха. Первое. Найти Джека Джойса. Фургон с Джойсом в последний раз был замечен при въезде на периметр базы эпицентра. К месту назначения не прибыл. Исчез. Второе. Вероятное наличие предателя. Кто-то помогает Джеку Джойсу найти и устранить. Долговременная стратегия. Руководитель группы Мартин Хэтч. Ответственный за безопасность. Первое. Остров Монарха. Ежегодный прием. Отправить приглашение всем участникам проекта Ковчег. Речь полоса Ирина 20.30. Подъявить РХП для сохранности внимания инвесторов. Испытание протокола Ковчег 9 декабря. Подробности засекречены. Третье. Хоронотехника. Внедрение фазы 3. Пригласить участников проекта Ковчег. Демонстрация технологий доктора Софии Эмерелл. Новое покрытие дредноута. Гражданская модель хороножилета. Третье. Демонстрация оружия. Может, это четвертый уже. Пригласить участников проекта Ковчег. Первое испытание оружия на хрононасыщенном индивиде. На лаборатории доктора Кима приготовить объект. Окей. Эй, а что реапер squad делает со всеми видео-коррес�� Кампания серии? Мы разрушили обостанное объект, чтобы создать москорреси. Медиа будет поделиться к этому, и Ами будет рассказать, что протестаи уже jonна тупая. Ты действительно думаешь, что это будет достаточно? У нас много звуков. Ну, ты не видел, что Серен и Хатч работали их магией. 11 минут, после того, как мы уйдем, я слышал, что чистые улыбки улыбнули. Полиция улыбнула целый кампус. Но спрашивайте, кто платил полицию? Господи. Нет, 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 нет. До третьего, господи. Убил! 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 Это невозможно! Благодарю. Блядь, от него реально фпс просаживается. Ну, он не фпс просаживается, он, конечно, понял, это выглядит, как просто... Да почему-то сбросил пистолет-то. Убил! Поп evang does the target. и over. Это вер greetings! Берегит как-то очень странно, серьезно. Вот, сейчас опять, он не хотел у меня почему-то делать взрывок. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok так ладно мне внезапно позвонил дмитрий который вы можете знать про прохождение всяких разных игр у нас на канале а вот поэтому пресс немножко перепройти чем буквально я нажал на генератор который вот здесь подожди там что-то наверху кстати если между прочим а ну на лифте мы стой поднимутся кей а там сейчас будет масштабный спойлер и скажу что персонажу звонят и тут мне позвонила мы часа два разговаривали и рига что-то что-то Здравствуйте. По-моему, здесь находилась еще... Нет! Джек, фракция сейчас наша только приоритет. Время закончится. Уилл сказал, что он... Уилл умер. Мой лучший парень вернулся к богатому монстру. Он знал, что это случилось. Он готовился. По-моему, это ключ в понимании всего этого. И я буду найти его. Мы все знаем, что если вы найдете Серену, вы не будете задавать вопросы. Возьмите это. Нет? Мне показалось. Подожди, я же включал когда игру. Ого, я же говорю. А, это где-то там наверху, что ли? Прокачечка-то где-то есть. Ну, походу, да, окей. Ладно, поехали. А, ну ладно. Если бы я знал, можно было бы... Ну. Может было бы пока идет диалог как раз таки по телефону. Ё-моё, что у тебя с лицом? Хм. все еще пока один но наверное хрома щит принципе наверно штука который имеет смысл хронопожа хронозрение чудо звуков время ведь противников дольше ведь противников розы и не вот она пока вот это на самом деле 4 4 на собирать себе оке Продолжение следует... 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 Они не смогут обрабатывать это. Это слишком большая. Они смогут, вернуйте мне. Это закрыт. Ох, должно быть где-то где-то. Да, я проверю. Монархи торчит историю для медиа, утверждает, что протеста была хостел, и что мы уничтожили. Они обрабатывают тебя, Jack. Я полоски. Это не хорошо. Когда эта новостейка выйдет в живую, вся города будет против тебя. Никто не будет знать о том, что действительно произошло. А ты думаешь, что остальные все в порядке, из университета? Я не знаю. Они сказали, что они были отправлены домой, но... Я не знаю, что я уже верю. Да, да, отправили домой. Да, все, заебись, прям. Всех отправили домой. Так, я чуть не поняла, как-то попасть. Хм. Эй, ты работал. Не держит долго. Я не думаю, что ты слишком быстрый. Это может быть решено. Я думаю, что ты должен идти к этой стороне. Джак, ты должен идти к этой стороне. Я не буду идти к этой стороне. Есть никаких замков, не вижу, которые можно отстрелить, не что-то подобное. Что не так-то? Вот дверь. Продолжение следует. Что он садится не может. Забраться наверх назад нам дают. Может, рывком, конечно, не знаю. Вроде ящики рывком ломает. Так, нет. Так рывок не работает. Окей. Да блин, ну бред какой-то, но серьезно, как это сделает-то? Да блин, ну бред какой-то, но серьезно, как это сделает-то? Там перевязь, как же он здесь, ну никак не может. Но потом я просто отсюда и нет смысла, я сюда не зайду больше. Чуть не можешь отсюда его забрать. Может, с той стороны, правда. Правда, я посмотрел. Там был отрывок у нас, который как собирать эти штуки, он был в дубляже, это был полный пиздец. Так. О, боже мой! Вы просто... Вы просто как их. Как кто? Я видел их на дороге. Эти... Геард-уп солдаты, которые... Блинк в и в и в и в и в и в. Окей. Ну, это что-то новое, что я надеюсь. Я думал, что я потерял мою голову, когда я увидел это. Но вы делаете это. Я хочу знать, что происходит. Вы действительно хотите открыть эту курицу? Вы просто уничтожили физику. Я обязательна для всех этих куриц. Хорошо, мой брат пытался объяснить. Увелом. Самый молотый. Сейчас заплакан. Увелом. Сейчас заплакан. Как нарушеный? Я не знаю. А что? Почему это заплакана? Увелом. 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 Я узнаю, почему. Дубляжа прям бомбрыл. А вы ели! Может быть, ты можешь подниматься через эту открытую дверь на втором этапе? Да, это должно работать. Подождите здесь. Хорошо. Хорошо. Ну, я пойду с того, что я знаю. Но когда ты поднимаешь их вместе, все начинают панкаки. Так что все думают, что Монарк ведет к этому... Смармливый ассоль имя Мартин Хатч. Но все здесь отвечают к человеку по-палл-серене. И, видимо, он создавал Монарк в 1999. Теперь, вот так. Да. По-палл-серене. Вы знаете, Монарк здесь как раз. Может быть, он был сам тем, кто был в своей университете. Так что, это должен был как право. Понятно. Я слышала что Монарк здесь купил прохладный проект от вашего университета. Но почему не купил чего-то себе? Еще, я увидел этого мicky Палл-серене на кампусе, и он выглядит, как, 30 лет назад. но собственно может надо было знать опять что здесь так бывает что можно пройти назад так это 2 очень вот это вот прям я не люблю такую в играх волны выйти помню в первом такого не было хотя постоянно подгоняет вы же опять сами добавляете то что вашей локации можно исследовать зачем вы делаете вот эту хуйню объясните пожалуйста сейчас ебало прострелю серьезно бляди пиздец ты заебут сука ну нахуй так делать но обещаю объясните ну я так делать блямишь теперь интересно это я уже не смотрелся еще так отчета у меня сна 4 доступны 4 вот увеличение радиуса хронозаморозки да вот это вот поскольку хронозаморозки пользуюсь и планирую пользоваться дальше забирался хорошо к ним от назад бежать и и и и и и и и и Продолжение следует... Поехали. 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 Продолжение следует... Здравствуйте? У меня не забывали? Доп! Поехали. Поехали. Настолько классных игр они считают этих... Настолько идиотами своих игроков, что... так гил кенстру от эштона леви 9 октября 2016 8 10 на джека джойса джилл ты была группы с группы мародер в университете тут все кому не лень болтают как джек джойс в одиночку уложил все подразделений говорят он проявляет хроноактивность без снаряжения людей замораживает исчезает на месте один раз вроде даже сразу в двух местах объявился вообще от нас я думаю брешутно оказалось что фургон которого вез исчез когда въехал в зону эпицентра это вообще как нам уже пора беспокоиться нам ни хрена ни о чем не говорят и что ничего конкретного не слышал одни слухи и догадки и так это гил кенстру как это не слышала наверно одни слухи и догадки меня не было бы на вере но они ну не в жизни поверю чтобы джойс один сделал всех наших это же обычный пацан не профессионал послушать ребят так он чуть ли не лазерами из жопы стреляет его случае за ним послали лима бёрка так что джойс не жилец гадалки не ходи кстати поговариваю что пол сайрин ищет среди своих предателя кто-то шарился во всех секретных материалах помнишь доктор эмирал пыталась найти надежные лекарства этого болезни говорят кто-то запорол ее исследования пришлось начинать заново а всего через несколько недель этот бардак в университете не будешь и там этот наш диверсант постарался ты уж там держи ухо востро ну а манки а а а а и а и и и и и и и и и Я использую терминаловку и собираюсь обозначить, что Моркши реально упадет. Параро, я увидела на сцене. Ами, скажи, что происходит здесь? Есть люди из нашего группы, которые взяли что-то слишком далеко. Черт! Все было очень тяжело. Я очень извиняюсь, Jack. Они заставили меня это сделать. Я... Я не знаю. Ничего ты не могла сделать. Это как страшная сцена в там. Мы очень довольны, что Макка там должен помочь мне обрабатывать. И говорить об этом, что выглядит так опасным. Рад Zero. Это же место, где мой брат был в работе. Я должен был перейти туда, чтобы по Пауле. Пауле? Как по Пауле Серене? Это почему ты идешь в дровой докса. Мы не закончили бизнес. Ты может быть здесь, чтобы ты стоишь, пока... Да. Я думаю, что ты прав. Хорошо. Я открыл дверь для тебя. Хорошо. Стой в контакте. Найдите радио. Я буду на канале 3. И осторожней. Да. Ты тоже. Так. Там вверху компаса что еще есть. Надеюсь, я его не пропустил. Трех врагов одним хроновым взрывом. Сразу прям... Охреновый взрыв мне нравится. Охрен. 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 И corruptedissimo. Ну... Охрен. Охрен. Что? он меня не здесь же в этом месте загрузить слабо да чё такой с текстурами талина мне вот явно наверх там вообще ноутбук какой-то был тут еще учет на нет там и показывалось больше некуда ладно извините вот вот Шот-гун, а вванси на нон-хостиле! Хотите обмануть это? Поехали! чего натрите то кнопки в ученый подбирает его ухода за врагов стреляет этим а вот наконец дробовик на единички обосраться все-таки это красная бочка и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok That's a start Thanks True Yeah 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 Ни хуя себе Да пиздец они живучие здесь Че это вдруг с... Ну че это то все патроны кончились? Ну заебись... С diagrams ... ... ... ... ... МТА! 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 Ты серьёзно, блядь? Откуда он сейчас из дробовика стрелял? Я... Тише, смотри, что-то он мне подыхает, блядь, из дробовика по нему палю. Упор. Да я не знаю, куда попасть. Писту, короче. Что найдём, то найдём. Что-то херня, она вот здесь находится, за окном. Бля, возможно, это может было только пока ящики есть. Но если так, то извините, то как-то... Я не сообразил, если это так вовремя. Чак? Я... Ну, понятно, вот здесь я уже всё и не собрал. Ну, вот один источник хрон, ну, видимо, так... Тише... 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 Я пострелял по ней очередями, что дальше? Уничтожайте контейнеры с хрононами, стреляя очередями, чтобы создать... Нихуя, сколько по ним надо высадить-то, блядь, чтобы они... София Эмаро. Здравствуйте, я доктор Суфия Атанада. Маркс, президент, хронон-соцентист. В последние 6 лет, Морнаркс имеет большие технологические преимущества. В деревне идет в аридуре. В Тебе пересадали. Секlean, я не знаю. Тебя вирус, ты не знаю. Теперь мы называем... Гранд-зиро. Вероятский гуман. Возвращение в хронон-соцентист. В異е они не обходят ни одной из анали . я нихуя не знаю сколько садить это чтобы она взорвалась автор зон Субтитры сделал DimaTorzok 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 Какой жёлтый нормальный сон? ЧЕГО? Что ты, блядь, говоришь? Ну и чего, блядь? Блядь, вот как я должен понять, что вот здесь делать? Вот объясните мне. Просто стоит какая-то хуйня. Её куда-то нужно, блядь, передвинуть. Вы серьёзно? И как я должен понять, как, во-первых, её двигать? Я в первый раз в жизни вижу эту хуету, блядь. Здесь буквально нет никаких объектов, с которыми можно взаимодействовать, и чё, блядь? А, вот эту, что ли, отстрелить? А, и типа теперь вот так и вот так. Почему здесь эта штука тогда? Я наоборот не понял, нахуя вот это нужно? Чего? Угу. 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 Я хочу у меня здесь следующий добавленный заряд. Три пузыряхарна. Ооо, неплохо. Ооо, неплохо. Угу. 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 Чё-то мне кажется, что он здесь пизданется в дырку. Так. Так, это просто выйти, по идее, мне наверно сюда. А, ну это я пизданюсь туда, где я был, да? Угу. 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 серьезно туда залезть не можешь мы сейчас уйдем отсюда как туда залезть то ну ёбаный ваш рот чё за бред пизду серьезно так подожди кстати а бомбу то можно прокачивать или нет какие трофеи во можно можно кстати включение радио взрыва поэтому тут сначала до конца накачаем окей getting closer i think now which was the dry dog так и 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 Instant с mm Окей, looks like the trailer has power now. And personally responsible for several deaths. Details are still scarce, but it's believed Joyce's own brother, William Joyce, is among the dead. Little about Joyce is known yet, but given the actions of the activist group he was part of, it is now clear that allowing the anti-corporate protest to continue has backfired, at a great human cost. Joyce's current whereabouts are unknown. Fortunately, security personnel from Monarch Solutions were on site and managed to intervene, saving countless lives. We'll keep you updated as this story develops. And now, some music. Paul's men had taken the briefcase from Will's car, dumped the contents on the table. But Will had said he needed something from his briefcase to stop the fracture. Wasn't much there, but his phone and a key to the Bradbury swimming pool. Not the most obvious clues. Jack, it's Beth. Monarch just got footage of your lady friend sniffing around some confidential Monarch files. Kind of a big no-no around here. Amy. I gotta go back for her. Don't. I'll pick her up. Where are you? I'm on my way to Paul at the dry docks. Serene's not the priority. I'm getting you out of there. I'll meet you at the dry docks. Channel 1 is the Monarch frequency. Use it to keep ahead of them. And Jack? Don't do anything stupid. Ah, thanks for the vote of confidence. You don't hear me. You're listening to my day. You're listening to my day. I knew it was coming out of my day. It was coming out, and you were listening to me out. I didn't even know you were listening to me. В нем много научной болтовни, и мне нужно, чтобы знающий человек проверил, что там не полный бред. А... Так, что там не полный бред? Не могли бы вы взглянуть? Спасибо, вот первая половина. Нож времени. Автор Брюс Ливингстон. Акт первый. Институт. Интерьер. Офис. Ночь. Брюс Сэвич стоит у себя в кабинете. Он сексуально привлекателен. Кто-то стучит в дверь, и он отворяется. Дверью женщина-ученый. Она в очках и немного смакивает на библиотекаршу, но все-таки она ученый. Это можно понять по лабораторному халату. Женщина-ученый, помоги мне. Брюс, ладно. Негодяи хотят похитить его, а он очень важен. Ладно. Как тебя зовут, красавчик? Брюс, давай пожмем руки. Брюс, женщина-ученый, обменивают сурокопожатия. Женщина-ученый. Ух ты, ты мочит руку, не сломал. Какой ты сильный. Она впечатлена на силы Брюса. Она смотрит на его большие бицепсы, как на аппетитный окорок, но она не голодна. Вот нож. Вручает Брюсу нож. Тот походит в целом на обычный нож, но отчасти так же и на машину времени, потому что это одновременно нож и машина времени. Но Брюс об этом еще не знает. Через окно вламываются головорезы и стреляют в ученую. Она умирает. Женщина-ученый. Отомсти за меня, Брюс. Ладно. Брюс убивает головорезов посредством долгого избиения их ногами. Они умирают очень быстро. Брюс, кажется, ребята, я на вас ногу прокачал. Тут зал, видимо, смеется, поэтому Брюс выжидает около пяти секунд до следующей реплики, чтобы все успели успокоиться. Что такого особенного в этом ноже? Брюс колет ножом стул. Стул исчезает. Брюс, стул исчез. Он смотрит на картину на стене большую фотографию 1932 года с обилием людей 1932 года на ней. На этой же фотографии виден стул Брюса. Брюс. Интересно, когда я ударил стул, он вернулся во времени в 1932 год. Значит, когда я что-то ударяю, оно возвращается во времени. Это объясняет, почему нож выглядит в целом как нож, но отчасти как машина времени, потому что он и то, и другое. Пробержав через зал, в комнату врывается друг Брюса, редкий придурок. Он атыкается на что-то на полу. Его зовут Слобо. Но он не такой уж и толстый. Слобо. Оу, е! Это коронная фраза Слобо, и он говорит ее очень забавно. Женщина-ученый. Брюс, ты спас мне жизнь. Она только притворялась мертвой. Женщина-ученый. Ты женат? Брюс. Только на своей работе. Женщина-ученый. Это очень притягательное и достойное уважение. Целует Брюса в щеку. Слобо. А меня поцеловать? Их, жизнь-жестянка. Это вторая коронная фраза Слобо, о которой он говорит немного по-другому, но все равно забавно. Брюс ждет несколько секунд, чтобы зал успел отсмеяться и продолжает. Не торопись. Губы были мужскими, а не женскими. Брюс срывает женщины-ученый парик. Оказывается, что на самом деле это начальник Брюса Пол Мэрин. Пол Мэрин засранец. Брюс. Начальник? Но почему? Пол Мэрин. Я хотел, чтобы ты убил тех парней, потому что они охотились за мной. Я знал, что ты силен и сможешь легко убить их. Но я не уважаю тебя как сотрудника, поэтому всегда сваливаю на тебя самую черную работу. Хотя ты и работаешь в моей компании больше, чем большинство других сотрудников, куда как более умных. А еще я не люблю тебя из-за того, что моя девушка находит тебя сексуально привлекательным. Просто лучшая подача экспозиции, по-моему, ever. Брюс, теперь понимаю. Пол Мэрин. Отдай мне мой нож времени. Пол Мэрин щелкает пальцами и Брюса окружает 73 головореза. Пол Мэрин. Семьдесят трех головорезов тебе не одолеть, так что сдавайся. Брюс, у меня нет на это времени. Брюс колет себя ножом времени и исчезает. Слобба. Он перенес с того времени с помощью ножа времени. Брюс открывает дверь. Теперь вдвое накаченней. Пол Мэрин. Ты теперь еще более сексуально привлекательный. Как такое возможно? Брюс. Я уколол себя и отправился в прошлое. А там тренировался во всех видах боевых искусств, чтобы стать еще сильнее. А еще я привязал взрывчатку ко всем вашим сапогам в прошлом, так что когда я нажму на кнопку детонатора, вы все взлетите на воздух. Слобба. Оу, еее. Брюс. Хорошо, что у меня кое-что вложено в эту компанию. Пол Мэрин. Почему? Брюс. Потому что она сейчас взлетит. Брюс нажимает кнопку. Все 73 головореза взрываются, как яйца в микроволновке. Пол Мэрин не взрывается. Пол Мэрин. К счастью этому, этим утром я использовал металлодетектор и нашел взрывчатку, а потом поменялся с сапогами кое с кем. Скажи Слобба, чьи сапоги на тебе сейчас? Слобба. Нееет. Слобба взрывается. Брюс. Мой лучший друг, ты заплатишь за это. Пол Мэрин. Ты ведь не можешь ударить меня ножом времени? Брюс. Почему же? Пол Мэрин. Потому что я, это ты из будущего. Брюс. Это невозможно. Пол Мэрин. Очень даже возможно. Вспомни, нож времени это одновременная машина времени. Я, это ты из будущего. Он ее ударил себе ножом времени, чтобы вернуться сюда и сделать все это. Но мы не похожи. Весомый аргумент. Хорошо, что ты его упомянул. Сначала я отправился на 700 лет в будущее, в то время, когда человечество создало продвинутые технологии, позволяющие хирургически изменять лица и тела людей до неузнавания. Я прошел операцию, чтобы ты не смог узнать меня, но все равно я, это замаскированный ты. Я могу доказать это, потому что я знаю многое о тебе. А что у тебя? У тебя, наверное, ну типа что у тебя, что ты можешь сказать. У тебя родимое пятно на левой лодыжке. Да, у меня есть родимое пятно на левой лодыжке. Теперь я начинаю тебе верить. Придется поверить, потому что хотя я обрел новое тело, но сохранил это родимое пятно на лодыжке, чтобы при встрече с тобой смочь доказать, что я, это ты из будущего. Сейчас я покажу его тебе. Пол вынимает ногу и штанину, но там нет родимого пятна. Вместо этого на щиколотке надета кабура. Пол вынимает ногу и штанины, но там нет родимого пятна. Пол Мэрин, я нгал тебе все это время. Я, это не ты. Я сказал это за тем, чтобы добраться до пистолета. Брюс, сукин сын. Пол Мэрин, еще в будущем я расплавил нож времени и превратил его в пули. Эти пули сейчас у меня в пистолете, а значит, я смогу застрелить тебя, одновременно отправить через время раз и навсегда. Наконец-то ты перестанешь стоять у меня на пути, и я смогу жениться на своей девушке Софин сегодня, пока ты не сказал ей, что я засранец. Брюс, я не знал, что ты сегодня женишься. Я знаю, моя девушка Софин отправила тебе приглашение, потому что восхищается тобой и считает, что ты привлекательен. Но я уничтожил приглашение, а затем сказал ей, что передал его тебе на работе. Но у меня для тебя другое приглашение. На похороны. Пол Мэрин стреляет в Брюса. Перед Брюсом выскакивает Слоба. Слоба. Нееет. Слоба был не в заправду, мертв. Он ловит телом несколько пуль, теперь он умирает по-настоящему. Слоба. Отомсти за меня. Брюс. Ладно. Брюс собирается напасть на Пола Мэрина, но того уже нет. Брюс. Он исчез. Слоба умирает на полу, залитый кровью. Его тело красное, как хот-дог, щедро политый кетчупом. Слоба. Ты должен помешать свадьбе. Ты гораздо лучше. И куда привлекательней, чем Пол. Ты должен встречаться с его девушкой Софин. Слоба умирает. Какое-то время Брюс просто сидит рядом с Слоба, потому что многие в зале в этом месте будут плакать. Наконец он встает. Брюс. Мне кажется, мне предстоит визит на свадьбу. В конце концов, он достает наш времени. Кто-то ведь должен разрезать торт. Разрезать торт означает, что он собирается убить Пола. Зрители должны это понять по интернации. Актеры. Это очень глубокий момент. Брюс надевает темные очки. Конец первого акта. Блин, надеюсь, там будет продолжение этой истории. Интересно же, как у тебя дело-то кончилось. Или внезапные сюжетные повороты. Марин Хэтч от Кларисы Агавы. 9 октября 16-го, 7.32. Дальнейшие шаги. Операция в университете привлекла куда больше внимания, чем мы ожидали. Как это повлияет на ход нашего плана? Я боюсь, что Пол Саарин начнет пригадываться к тому, чем мы занимаемся. Возможно, следы повременить с активными действиями, пока все не уляжется. Ответ от Мартина Хэтч от Ничего не меняется. Продолжаем по планам. События в университете имели свои нежелательные последствия, но мы можем обратить эти осложнения себе на пользу. Пол сосредоточен на третьей фазе плана. Он спрашивает, есть ли в монархе предатели, но я уверен, что он не знает, где их искать. Я сумею переложить вину на кого-нибудь. Прием состоится сегодня ночью. Тогда мы и сделаем свой ход. Позвоботься о приготовлениях. Подготовь лабораторию доктора Кима к взрыву. Я прослежу, чтобы Пола что-нибудь отвлекало, и он не заподозрил нашего участия в ряду. У них тут еще и между собой какие-то терки. Еще раз. Пока никаких нет. Что-то вот там есть. Где там? Хуй его знаю. Две даже, ну, может, мы выйдем туда, пойдем, я не знаю. Это не забывал. Это должно быть еще раз, чтобы подойти. Господи! Класс. что такое дурачок нет не хочешь залезать что блять что ну вот прям лестница туда чё не так-то блять нахуй что заходил тогда серьезно ты чё происходит-то ёб твою мать ты сюда залить да не умеешь зайти сюда надо было а 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 это прикол какой то или что здесь буквально сложилась дорога чтобы не туда пройти и он не может сюда залезть долбоеб смысле блять сюда слон залезть может что не так-то блять ну ты серию сука какой же бред а блять но это был полный пиздец сейчас серьезно сам где значок этот воспро воздействие не появляется пока ты типа не просканируешь в голове чтобы пролезть может the area we refer to as ground zero it was clear that the workshop the center of the monarch operation I wanted to see was in there and it seemed to be the only way to the dry docks answering got the word safeguard squads checking out that explosion striker team is establishing a defensive perimeter around ground zero an entire striker team for one guy university incident got HQ wetting their pants it's gonna get torn apart like a goddamn pinata соперницы lime мол 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 мы четыре пули в него садил он жив остался здесь как-то очень тупо то есть то он стреляет этими замораживающими сферами куда-то всеми за врага тот от дробовиков в упор промазал блять уж я на миллиметр не довел типа прицел то сейчас он храносфере я прям вот в него вот так вот стреляю но видимо пули как-то летят куда-то хуй пойми куда в этой храносфере и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Может, мы выйдем туда еще? Продолжение следует... Продолжение следует... Не, я не знаю, когда попасть... Я, конечно, удивляюсь, здесь какие-то... Ну, вообще, в играх бывают такие тупорылые пути, как куда-то проникнуть, такой, чего? Как я о этом догадаться должен был, я не понимаю... Продолжение следует... Что-нибудь ехали-то... Серьезно? Всего десять патронов... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok